Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Похоже, вам понравились обзоры надежностей свежих автомобилей и вы вдохновили нас на обзор еще одного горячего пирожка. Этот пирожок с рисом. Итак, встречаем – Geely Tugela. Итак, Tugela закрывает в модельном ряду Geely нишу между Atlas Pro и Majora на выбор 2-3 комплектации, 4 цвета и 1 комбинация мотора и трансмиссии. Новые Tugela дешевыми не назовешь от $33 000 до $39 000. Тем не менее, эти машины активно покупают сами владельцы считают, что лучше выбора за эти деньги просто нет. Geely Tugela в Беларуси продается с октября 2020 года и уже в прошлом году пережила рестайлинг. Изменения по внешне, минимальные по технической части вообще никаких изменений, но комплектации стали богаче. Появилась проекция на лобовое стекло, побольше сенсоров задней части, а также мультимедийная система перешла на более свежий Android. И еще раз напомним, что наши обзоры не про тест-драйвы. Мы вам расскажем, на что нужно обращать внимание, если вы владеете Tugela, либо если вы хотите купить вот такую вот бэушную машину. Сразу скажем, что повальных проблем у этого кроссовера нет, но та информация, которую мы вам сейчас озвучим, будет далеко не лишней. Итак, поехали! С кузовом у Gilly Tugela все хорошо. Массовых неприятностей нет. Кузов окрашен качественно и имеет приличную оцинковку. Но крыша традиционно не оцинкована, то есть считается, что ничего не может пробить на ней лакокрасочное покрытие. То есть камни с дороги так высоко не летают. В общем, по кузову есть несколько мелочей, на которые нужно обратить внимание. Итак, давайте начнем сзади. На задней двери вдоль вот этого молдинга может спучиваться краска. На большинстве версий вот этот молдинг хромированный. Так вот в этих версиях хром может отваливаться мелкими хлопьями. Вдобавок еще камера заднего вида иногда выходит из строя, потому что туда попадает вода. Так вот, если туда попала вода, она моментально выходит из строя. И вот камеру дилеры меняли по гарантии в таком случае. Накладки на выхлопные трубы тоже могут ржаветь по внутренней поверхности, там, где хром либо краску закапчивают. Ну, то есть покрывают выхлопные газы. Боковые двери закрывают пороги, чтобы они оставались чистыми. Так вот, в некоторых тугелах вот эта нижняя уплотительная резинка протирает краску до грунта. Есть редкие случаи, когда бампер и крылья протирают друг друга по стыкам возле фар. Вот эти случаи и многие мелкие другие устраняли по гарантии. Бывают случаи за потевание передних фар. Так вот, если фары потеют регулярно, то это повод поменять их по гарантии. И еще, плафоны фар очень часто покрываются большим числом кратеров, если вы часто ездите по городу. Лучше в этом случае фары защитить бронепленкой. Одна фара новая на тугел стоит 650 долларов. Боковые зеркала свеженьких тугел удивляли иногда тем, что под их кронштейнами появлялись вот здесь прямо белесые подтеки. То есть вода с какой-то суспензии. А дело вот в чем. Вот смотрите, мы помыли машину. Сейчас вот пошел подтек обычной воды. Вода попадает туда в кронштейн. Силуминовый кронштейн ржавеет. И потом вода с порошком коррозии просто вот так вот скатывается. Если такое случалось, то дилеры устраняли эту проблему по гарантии. То есть, меняли зеркала. И дилеры даже перекрашивали двери с практически несмываемыми подтеками. Проблема известная. Поэтому некоторые владельцы с очумелыми ручками до появления коррозии, то есть превентивно снимают зеркало и покрывают силуминовый кронштейн лаком либо же грунтом с хорошей адгезией. Это предотвратит поверхностную коррозию и защитит от воды. Нареканий на сервопривод багажника и на бесконтактную систему его открытия нет. Все это работает очень даже хорошо. Багажник небольшой, 326 литров, такой же как у модели Atlas. Иногда встречаются нарекания на грохочущую полку и на вибрирующую заднюю дверь. Но вот это все дилеры устраняли по гарантии. А вот салон у Джили Тугелла классный и практически не стареет с возрастом. Добро пожаловать! Протирание кожаной оплетки и обивки практически не замечено. Окрашенный пластик не мрачнеет. Все хорошо, хотя некоторые машины в первые 10 тысяч километров по гарантии проходили работы по устранению скрипов и дребезжаний в недрах пластика. Есть некоторое количество жалоб на то, что аудиосистема Bose не играет нормально и чисто, пока не сделана дополнительная шумоизоляция или пока не прошито головное устройство специально подготовленной прошивкой. Кстати, мультимедийную систему надо буквально перепрошивать. И вот с какой целью. Все машины Тугеллы, которые были проданы дилерами, оснащались урезанным Android. То есть до рестайлинга этот Android 5.1, а после рестайлинга Android 9.0. Так вот, если разлучить эту мультимедийную систему, то тогда можно устанавливать в Android все возможные приложения. Можно зеркалить экран телефона с помощью Android Auto, можно установить любой навигатор. Также, если установить Telegram, то можно скидывать файлы установки в машину по Wi-Fi без использования флешки. И еще есть нюанс. Чтобы навигаторы работали корректно, надо установить еще GPS-антенну. В головном устройстве есть для нее вход. Вместе с открытой версией Android появляются расширенные настройки некоторых функций, например, вентиляции сидений. Кстати, еще по гранте устраняли проблему, когда водительское сидение не отъезжает назад при открытии двери, либо же отъезжает через раз. Для решения этой проблемы понадобилась перепрошивка. И еще немало владельцев Tugel обратили внимание, что на трассе при скорости 120 км в час в дождь водительский стеклоочиститель не смахивает, то есть не убирает дождевую воду. У нас нет информации, помогали ли в этом вопросе дилеры. Если вы в курсе, прокомментируйте этот недостаток в комментариях. Geely Tugel оснащена адаптивным круиз-контролем с функцией поддержания полосы движения. Из-за этой функции пока активна система слежения за дорожной разметкой, для отклонения руля из нулевого положения требовалось приложить дополнительное усилие рук. Грубо говоря, руль как будто бы закусывал. Эту проблему устранили перепрошивкой блока электроусилителя. По идее, на этих машинах уже проблем таких быть не должно. Под капотом у Geely Tugel может быть только один двигатель, и это двухлитровый турбобензиновый прямо впрысковый мотор. Этот двигатель можно считать клоном мотора Volvo с индексом B4204T23. Так вот, на сегодняшний день очень много «Тугел» проехала с этим мотором более 80 000 км. Проблем никаких с этим двигателем не замечено от слова «совсем». Даже нет расхода масла от замены до замены, а это интервалы в 10 000 км. Кстати, электронный щуп здесь есть, обычного щупа нет и масло здесь используется 0V20. У этого агрегата ременной привод ГРМ и ремень надо менять каждые 100 000 км. По ценам оригинальный зубчатый ремень и обводной ролик стоят по 65 долларов, ролик-натяжитель стоит 85 долларов, масляный фильтр стоит 20 долларов. Но можно посмотреть аналог или заменители для Volvo. Вместе с ремнем ГРМ нужно менять ремень навесного оборудования. Сам ремень стоит 12 долларов, а его натяжитель – 70. И не забываем, что в «Автостронке» есть новые запчасти и технические жидкости. Так что, если нужны расходники, обязательно обращайтесь в «Автостронку». В паре с этим двигателем работает восьмиступенчатая АКПП от Aisin. Aisin TG81SC – это хорошо знакомая трансмиссия по автомобилям Toyota, Lexus, Volvo, поперечным BMW. Выпускается с 2014 года и в капремонтах замечено очень редко. Может без проблем пройти 250 000 км. По регламенту Geely АТФ залита на весь срок службы трансмиссии. Дилеры ее не меняют и у них даже нет подходящей АТФ в наличии. Сюда подходит АТФ Toyota WS. Как и когда менять, это естественно решение за вами, но в идеале достаточно частичной замены каждые 50 000 км. Снизу сливаем, сверху заливаем, уровень выставляем по переливной трубке. Важно, чтобы температура трансмиссии была 55 градусов. Это проверяется сканером. Фильтр становится доступен после полностью разбора трансмиссии. Ну а теперь мы поедем на СТО, чтобы подробнее вам рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «Автостронке» есть не только БУ запчасти, но и абсолютно новые по хорошим ценам. Если нужны запчасти, заходите на наш сайт, звоните нам и пишите в мессенджерах. Также у нас есть подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, подбираем байки с минимальными пробегами и продаем их в отличном состоянии. Нужен байк обязательно в «Мотостронг». Все ссылочки и подробности будут в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. На минусовой клемме аккумулятора есть датчик так называемой интеллектуальной системой зарядки аккумулятора. Так вот, с этой системой есть проблемка. При наступлении холодов она иногда считает, что абсолютно нормальный аккумулятор выдохся и перестает его заряжать, то есть не подает напряжение больше 12,8 В. На практике же происходит так. В холодное время года даже тугелы, которые неделю назад выезжали из салона, оказывались с разряженным аккумулятором, и мотор невозможно было запустить. Так вот, поклонники автомобилей выяснили, что если отключить разъем с минусовой клеммы, разъем IBS с минусовой клеммы, то тогда аккумулятор будет нормально заряжаться, то есть напряжение зарядки будет 14-14,5 В. Джили Тугела – это купе-кроссовер, а не универсальный кроссовер, как обычно. И это, вроде бы, намекает на спортивный стиль езды. А вот однопоршневые суппорты намекают на неспортивный стиль езды, то есть намекают на то, что о спортивном стиле езды можно забыть. Так вот, тормоза действительно слабоваты, и владельцы Джили Тугела обнаружили, что диски и колодки подходят от Volvo XC40. Если улучшать тормоза по бюджетному, то можно поставить колодки от Volvo, но, конечно, лучше еще и поставить диски от Volvo. Не обязательно шведский оригинал можно заменить или от хороших именитых брендов. За полный привод, а точнее за подключение задней оси отвечает муфта Haldex пятого поколения, которая хорошо известна по автомобилям VAC, Volvo и другим. Надо воспользоваться опытом владельцев и сервисменов, которые занимаются этими марками, и взять их опыт, из которого следует, что масло в муфте Haldex следует менять каждые 40 тысяч километров. Потому что масло даже при условии минимального использования полного привода густеет, закупоривает сетку на входе в маслонасос. В итоге электромотор насоса выходит из строя и еще при этом может подгореть и блок управления самой муфтой. Масло без проблем сливается через одну пробку, заливается через другую. Для слитья масла надо обязательно открутить маслонасос и почистить фильтр-заборник. Для заправки подойдет масло по каталогам VAC и Volvo, а также их аналоги, которые вдвое дешевле. Для заправки достаточно одной банки. Никакую трансмиссионку в Haldex лить не нужно. Замена масла в заднем и переднем редукторах регламентом не предусмотрено, но уделять этому время надо. Сейчас я вам расскажу историю. Один владелец выкрутил сливную пробку и обнаружил на ней стружку. Пробка намагничена. Вид масла вызывал обеспокоенность, потому что оно было мутное и светлое. Это всего лишь после 20-30 тысяч километров. В общем, стоит потратиться на 1 литр трансмиссионного масла 75V90. Этого количества хватит для заправки обоих редукторов. Масло откачивается из единственной пробки и туда же заправляется новое масло. Спереди у «Тугелы» обычный «Макферсон». Стальные рычаги, а к ним приклепаны шаровые в алюминиевых корпусах. Так вот, такой рычаг оригинальный стоит 180 долларов. Передний сайлентблок стоит 20 долларов, задний сайлентблок стоит 30 долларов. Нередко сайлентблоки не изнашиваются, а начинают просто скрипеть. В этом случае дилеры их не меняют, а смазывают. Идём далее. Стойки стабилизатора стоят по 7 долларов, а опорный подшипник передних амортизационных стоек стоит по 35 долларов. Вообще, подвеска «Тугелы» надёжная, и первое вмешательство требуется к пробегу 100 тысяч километров. В задней подвеске по 4 рычага на каждое колесо. Практически каждый сайлентблок можно купить отдельно. Вот этот внутренний сайлентблок подпружиненного рычага стоит 20 долларов, а передний сайлентблок продольного рычага тоже 20 долларов. В общем, оригинальные запчасти стоят недорого, и подвеска долговечная. Правда, иногда наблюдается преждевременное проседание пружин, и связано это с перевозкой тяжёлых грузов. Грузоподъёмность «Тугелы» всего лишь 300 килограмм. Передние пружины стоят по 50 долларов, задние – по 70. И что хотелось бы ещё сказать. Отметим, что здесь, с завода, нет никакой антикоррозийной защиты. Поэтому лучше нанести подходящий состав на днище и на арки. Пока у «Тугелы» нет никаких дорогих поломок и дорогущих неприятностей. Эта машина надёжная, а все изначальные проблемы дилеры устраняли по гарантии. Скажем так, можно этой машине довериться. Тем более, что цены на запчасти подвески адекватные, как за оригинал, а заменителей практически нет. Вот очень интересная ситуация. Меняйте в ней масло, и не забывайте обслуживать полный привод. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие подробные обзоры, нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».